Десногорск Городского совета Стали известны победители районного этапа конкурса Знаете, каким он парнем был? 1 февраля вступает ряд законов, так или иначе влияющих на жизнь россиян 11 февраля состоится переход на цифровой формат телевещания Первопроходцами станут Чечня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области Ожидается увеличение пособий ветеранам-инвалидам, многодетным семьям Пособия вырастут более чем на 4% Все военные, пожарные и представители служб правопорядка будут получать социальные выплаты на карту МИР Переходный период завершится 30 июня 2020 года До 1 марта владельцам загородной недвижимости необходимо зарегистрировать свои постройки Соответствующая декларация подается через портал Госуслуги С 1 февраля нотариус отправляют в Росреестр документы по сделкам с недвижимостью и выдаче свидетельств о праве на наследство Россиянам больше не требуется обращаться в многофункциональный центр, чтобы подать эти документы 28 февраля завершится эксперимент по добровольной маркировке табачной продукции производителям С 1 марта маркировка станет обязательной Код позволит отслеживать передвижение табачной продукции 15 февраля крайний срок постановки на налоговый учет иностранных компаний После этого организации, предоставляющие услуги в электронной форме, начнут платить НДС в бюджет Российской Федерации В феврале заканчивается второй этап добровольного декларирования зарубежных счетов и недвижимости Ранее россияне могли задекларировать активы без их перевода в Россию 6 февраля в администрации Десногорска состоялось заседание постоянных депутатских комиссий Докладчикам предоставили право высказаться о нынешней ситуации в городе Обсуждались вопросы правопорядка, комплексного развития города и городского хозяйства Несмотря на благополучную криминогенную обстановку, отмечена необходимость в оснащении города достаточным количеством камер видеонаблюдения В РИО начальника полиции Десногорска отметил, что эта техника поможет поддержать порядок в Десногорске Также депутатский корпус сообщил о готовности обсудить ранее предложенные изменения к уставу Десногорска Эти материалы рассмотрят на ближайшем заседании депутатской комиссии Больной вопрос большинства городов России – уборка снега Его также вынесли на обсуждение Было предложено заимствовать успешный опыт Смоленска То есть полностью освобождать дворы жилых домов от частного автотранспорта на период очистки от снега В завершении заседания заместитель директора службы благоустройства Виталий Семкин Отчитался о результатах уборки города от снега в период обильных осадков Он также доложил о количестве работающей снегоуборочной техники Помимо этого Виталий Семкин рассказал о выполнении противогололедных действий сотрудниками службы на закрепленных за ней участках города Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Приседатель комиссии по отбору кандидатов на пост главы Смоленска сообщил о новых претендентах Две женщины подали соответствующие документы Раиса Ермишина, руководитель Смоленского музыкального общества И Анна Азаренкова, член либеральной партии перемен Таким образом известно о семи претендентах на пост мэра города При этом возможным фаворитом отмечают висы губернатора Андрея Борисова Его кандидатуру предложил глава региона Алексей Островский Жители Ярцева требуют привлечь к ответственности дорожные службы Калужской области Ранее, 3 февраля, в Бобынинском районе произошло страшное ДТП с участием автобуса Очевидцы уверены, что дорога на том участке была как каток И дорожные службы посыпали ее песком только после аварии В связи с этим начался сбор подписей в интернете Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии Водитель и собственник автобуса арестованы Калужские дорожники задержаны не были Нововведения этого года не обошли стороной и школьников Основной государственный экзамен по русскому языку Теперь требует прохождения обязательного собеседования 13 февраля девятиклассники Смоленской области впервые столкнутся с этой процедурой Учителя проверят умения школьников работать с текстом, а также коммуникативные навыки Ребятам придется читать вслух, пересказывать текст, а также провести монолог на выбранную тему Нововведения реализуются в рамках действующей концепции преподавания русского языка и литературы Прохождение собеседования станет допуском к итоговой государственной аттестации 6 февраля в Центре культуры и молодежной политики состоялся второй областной конкурс «Знаете, каким он парнем был?» Он посвящен 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина Подробности в нашем сюжете Интересный и важный конкурс талантов организовала партия «Единая Россия» Конкурс собрал вокалистов и хореографические группы Десногорска на одной сцене Почти все песни и танцы были о космосе и людях, связанных с ним Гордость за своего земляка Юрия Гагарина переполняла и участников, и зрителей Свои выступления показали образцово-хореографические коллективы «Каприз», «Дансклуб Модерн», «Хип-хоп-студия Форсаж» и «Воспитанники дома детского творчества» Зрители по достоинству оценили всех танцоров Мне понравился танец «Космос» Болею за команду, где были дети в комбинезонах Они очень красиво выступили, я считаю, что они лучше всех Украшением космического праздника стали маленькие дарования Воспитанницы детского сада «Теремок» Они исполнили танец «Снежные бабочки» И хотя их выступление было вне конкурса, оно очень понравилось зрителям Порадовали прекрасными голосами участники второй номинации «Вокал» Все выступления были запоминающимися и яркими Но особенно зрители оценили выступления двух более взрослых участников Антона Морозова с песней «Трава у дома» и Ксении Комозовой с лирической песней «Путь» Мнение большинства зрителей полностью совпало с решением конкурсного жюри, которое оценивало участников Именно эти ребята заняли первые места в вокальном конкурсе В номинации «Хореография» первого места удостоился образцово-хореографический коллектив «Каприз» Девочки удивили зрителей оригинальностью постановки танца и веселым исполнением Следующий этап – зональный А затем 12 апреля состоится большой галоконцерт Где определятся окончательные победители второго областного конкурса Билета Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Раздельный сбор мусора и грамотное обращение с отходами Пропагандируется среди студентов Смоленской области На празднике «Экодвор» студентам предложат ознакомиться с современными тенденциями по обращению с отходами Праздник будет проходить в виде интерактивных заданий, викторин и квестов Среди них обмен вещами и книгами и творческие мастер-классы по второй жизни вещей Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте rso.vusecocquest.rf И провести праздник в своем вузе согласно рекомендациям В Смоленске покажут документальный фильм «Молодой Пикассо» В жизни художника ключевую роль сыграли три города – Малага, Барселона и Париж Фильм «Молодой Пикассо» повествует о влиянии каждого из них на творчество начинающего художника Режиссер Фил Грабский сконцентрировал свое внимание на голубом и розовом периоде Вплоть до 1907 года, когда Пабло Пикассо создает авеньонских девиц Эта картина шокировала художественный мир и изменила его навсегда Показ состоится 19 февраля в 19.30 в кинотеатрах Смоленска А теперь о погоде. 8 февраля в Десногорске переменная облачность Дню минус один, ночью минус шесть На сегодня это все новости об актуальных событиях Узнавайте на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru С вами был Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова